Возвращаемся после рекламы. Последняя суббота августа не просто день рождения города. В этот день награждают и чествуют самых уважаемых и достойных жителей Клинского района. Этот момент всегда очень трогательный и торжественный. И прямо сейчас напомним, кто получал награды и благодарности в этот день. Город выдвинул предложение переименовать город. Но в процессе подготовки документов стали возникать необъяснимые знаки. То карту найдут старинную с городом в форме клина, то клочок из документа вырвется тоже клином. Призадумались и решили, что переименовывать город не стоит. Так и остался по сей день город под названием Клин. Любой город – это в первую очередь его люди. Те, кто делает его благоустроенным, безопасным, красивым, чистым и образованным. Те, благодаря кому Клин звучит на все Подмосковье и за его пределами. Сегодня город Клин и Клинский район – это территория устойчивого социально-экономического развития. Желаю вам успехов в реализации самых смелых планов, крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого доброго. Губернатор Московской области Андрей Воробьев. На сцену у Ледового поднимаются труженики Клина во всех сферах – ЖКХ, образование, спорт, культура, малый бизнес, медицина. Для них – благодарности губернатора области, знаки отличия за заслуги перед районом, цветы и поздравления. Несмотря на свой почтенный возраст, наш город меняется каждый год к лучшему. Он становится моложе, комфортнее для жизни и самое главное – он открыт к сотрудничеству. Работу за работу я и люблю, потому что мы даем тепло и свет. Я отработал всего две вещи – на станции электрической, ТЭЦ-комбинат и второй – горгаз. Отработал 55 лет. Из них 30 лет в газовом хозяйстве. Работу я люблю свою за то, что наша служба настроена на то, чтобы помогать людям. Всем людям, которые живут в нашем городе, в нашем районе. И мы реально им помогаем. Всем людям, которым тяжело и трудно. Уже 26 лет я работаю председателем, работаю на земле здесь, в Клинском районе. И я люблю свою работу. Мне нравится работать с людьми, которые работают на земле. Особые свидетельства получили в этот день лучшие друженики района. Их портреты будут украшать Аллею Славы на ближайший год. А тем, кто в семивековой юбилей отмечает 14-летие, Алена Сокольская вручила главный официальный документ. Алена Сокольская вручила главный официальный документ.